В 9 утра часть гостей отправилась в Талдомский район, поселок Вербилки, на экскурсию на фабрику мануфактура Гарднер в Вербилках. Ее основал англичанин Франц Гарднер в 1766 году. Гостям рассказали об истории создания производства фарфоровых изделий, о том, как в лесу на пустом месте Гарднер создал фабрику, которая производила фарфор, не уступавшую по качеству европейскому. Очень люблю фарфор и в течение всей своей жизни я приобретала произведения вот эти искусства. Ну, иногда это и не в чистом виде, уникальные произведения, но это может быть и сервизы. Вначале, конечно, это был английский фарфор и какими-то отдельными предметами, отдельные предметы я его привозила из Англии. Вот, потом у нас открылся магазин английского фарфора, но это был скорее фаянс, ну, с красивым, конечно, узором ручным. Но вот то, что здесь, я увидела какой трудный вообще процесс всего изготовления, и начинаешь относиться с большим уважением, во-первых, к труду человека и к продукту. Совсем чудесная экскурсия для меня, это очень прекрасный, прекрасный случай для меня. Такое, что привели на меня очень глубокое впечатление, что такое прекрасное место. Мне очень нравится спокойное место, что для меня это просто чудеса. Но в Китае у меня нет такого случая, что... На таком производстве работают очень хорошие люди и такую красоту производят необыкновенную. Вот, но хотелось бы, чтобы условия, конечно, у них были лучше гораздо. Они этого достойны. С первого взгляда видно, что цеха фабрики построены давно, но в них по сей день кипит работа по созданию различной посуды, которой человек пользуется ежедневно. Гостям показали все технологические процессы производства. Большая часть их автоматизирована, однако без ручного труда не обходится. Есть изделия, которые на 100% изготовлены вручную. Мне очень интересно узнать вот эти вот мелочи, о которых мы и не знаем. Да, очень мало программ, которые рассказывают, а как это делается. И вот сегодня на этом заводе мы посмотрели... Мы иногда возмущаемся в магазинах, почему маленькая кружечка может стоить так дорого. А когда мы видим, что ее делают вручную, ее одну кружечку делают 20 человек, да, какой процесс глубокий она проходит, тогда, наверное, этот вопрос уже отпадает. После придания изделиям нужной формы, их обжигают в больших газовых печах и отправляют в цех росписи. По 8 часов в день живописцы наносят рисунки на фарфоровые изделия специальными красками, придавая им законченный вид. После этого их обжигают еще раз, чтобы роспись не смывалась. При фабрике работает магазин готовой продукции, где все желающие могут приобрести чашки, кружки, блюдца, бокалы, супницы и много других красивых изделий из фарфора.